опять у нас honda dio правда фитик не понимаю куда подевались альфы дельта собора ориона видать не ломается уже ну ничего не поделаешь имеем то что имеем ездить на нем старый дедушка рыбак злостный мопедик у него уже года четыре за за все время эксплуатации так как он заявил в общем проблем с ним практически никаких не было но кроме мелких падений попробовал я ее завести она заводится но все-таки чувствуется очень слабая компрессия даже таких стартер вообще практически не сопротивляется это свидетельствует о том что поршневая группа уже у нас изношена сейчас мы постараемся ее завести после этого установим компрессометр дабы наглядно увидеть что у нас творится с компрессией ну в общем как то так холостой ход он тоже не хочет держать ну как видно здесь немножко так грязновато и все это дело перед разборкой желательно хорошенько отмыть наверное многие со мной согласятся что чистый двигатель чинить намного приятнее и 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 в общем отмылся у нас двигатель хорошо уже появилось даже желание чинить его ну и надо будет не забыть прикрутить масляный бачок а то у нас такой такой шелтай болтай что ж свечу я вынял компрессометр установил ну короче вот можно сказать даже дома никого уже нету пау � Ну что ж пощупав немного выхлопную трубу я понял что мне придется ее чистить так как продувается она очень плохо нужно добавлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, коленал у нас живой, все хорошо. Итак, что же нам расскажет горшок? Горшок говорит нам о том, что он оригинальный, родной, то есть. Но, судя по прокладке, сюда уже кто-то лазил. И причем лазил незнающий, потому как видите, насколько прокладка прикрывает впускное окно. То есть здесь продувка цилиндра была, скажем так, не наилучшая. Попадаются, кстати, вот такие прокладки очень часто. И что я всегда с ними делаю? Делаю вот так. Потом делаю... Вон так. Ну, конечно, это... Немного аккуратнее стараюсь. Но так как это уже БУ, смысла стараться здесь не вижу. Ну вот. Сделал я это для того, чтобы показать разницу, какое должно быть нормальное выпускное окно, то есть не прикрытое, а какое у нас было. Что могу сказать по самому цилиндру, то есть по гильзе, то она у нас уже имеет ступеньку, как здесь, так и на продувочных окнах. То есть горшок у нас под замену. Поршень, не знаю, родной, не родной. Сейчас мы бросим колечки. Ну вот, надеюсь, будет видно. Не самый маленький зазор. Это первое. И вот у нас второе. Второе, еще лучше. СЕЕ. Так, вот нам не надо. Колечко. Прокладочка. И прокладка по отголовку. Горшок. Поршень. Штопора. Пальчик. Ну и так же, как на 4-х тактной технике, проверяю колечко. Не светится ли кольцо между гильзой. Так. Первое нормальное. И второе. Отлично. Просвета между кольцом и гильзой нет. Можно смело собирать далее. У нас одно толстое и одно тонкое. Ну, здесь не ошибешься, так как кольцо имеет ключ. И первое. Ну, в принципе, у нас тоже тут имеется маркировка Т. Топ. То есть верх. Топ. 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 Что касается прокладки. Как же она... Минуточку. Не так. Как же она себя здесь ведет? Ну, здесь тоже не все так просто. И кладка, как хотелось бы. Надеюсь, видно будет оттиск. Это вот настолько у нас прокладочка перекрывает впускное окно. Это не изгод. И лишнюю прокладку нужно обязательно обрезать. Дабы продувка цилиндра была наиболее эффективная. Ну, что ж. Обрезал я излишки прокладки, которые перекрывали часть продувочных окон. И, в принципе, вот так у нас вот получилось. Конечно, желательно, чтобы вот этого дела вот тоже не было, чтобы оно было закрыто. Но имеем то, что имеем. Ну, и, в принципе, мне не нравится вот эта вот ступенька. Но на оригинальной ЦПГ она тоже вообще-то присутствует. Ну, и вообще-то цилиндр, как видите, немножко такой другой формы. Здесь присутствует вот такой вот срез. Пока не знаю, как это будет отображаться на кожу Хахабдува. Ну, поставим ЦПГ, а там уже будем смотреть. Поршенек у нас уже на месте. Новый сепаратор и штопорное кольцо. Главное не забыть штопорное кольцо. Горшок я смазываю маслом. Ну, можно, в принципе, и не мазать. Все равно при старте двигателя поршневая тут же смажется. Ну, это чисто так формальность. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»